Последний раз сказал, заведем к вам военных человечков и получите оружие скоро, и все, я вам удовлетворю. Так что не бойтесь, Тепан, мы вас не бросим, сказал, в любом случае. Да, не ссыте, сказал. Не ссыте, потому что у меня уже как бы, ты же понимаешь, что Обама настроен против нас? Ну, конечно. Ты же понимаешь, что Обама нас сливает в полный рост вообще. Это черная, обезьяна, это мы уже, блин, маты такие застепая на них, блин. Ну, Путин ему видно что-то там, я тебе рассказываю, пообещала ему что-то. Ну, где этот черный найдет миллиард долларов, а Путину миллиард дать, ты понимаешь, годной вопрос. На сегодняшний день его состояние больше 400 миллиардов, понимаешь, о чем вообще говорить. Он лично из своего кармана может оплатить всех, понимаешь, чтобы ситуация перевернулась в его сторону. Потому что Обама нас сливает это стопудово, но сейчас в Конгресс, видишь, взяли его законы, все, республиканцы. Ну, следующий на посту Америки – это республиканцы. Нам бы вот этот день простоять и ночь продержаться, Мария. Если мы дождемся республиканцев, а нам осталось это конец шестнадцатого года, то все, можем отдыхать. То есть с конца шестнадцатого точно будет все в порядке, я тебе обещаю. А сейчас надо это все преодолеть. Ну, я так понимаю, у нас процесс отсоединения Денис с Голубанской сейчас произойдет. Не знаю, что с Крымом, вот мне интересно, что они решили, понимаешь, что навсегда барят. Ожарят. Но пока все эти шестнадцать ягод, которые они обещают, это все погашение кредитов. Их. Потому что мы не сорвали с ними долговые, я ты понял, и дефолта не было. А на рынок, вдумайся, попадет всего лишь два ягод на валюту. И все. Это ничего для нас в этой ситуации. То есть если они все-таки будут вкладывать нас в банки, то потом им будет жалко нас терять. То есть они нас будут доконцальтировать, понимаешь, что с яжью, когда они максимально замажутся все-таки под нас. Ну и видишь, они летят же с тем идиотом, кто ссорится с Путиным. Боятся они его, понимаешь, реально. Я так понимаю, Дурачок уже в кулуарах пару раз именно прочесал, сказал, ну мне так говорит, Алла говорит так. Потому что в кулуарах он сказал дословно. Это он мне еще сказал при словах. Ну при разговорах не конфиденциальных, понимаешь, когда они пишут. Он сказал, значит, так. Это мое. И вы лезете ко мне, говорит, на мою территорию. Все это мое было, есть и будет мое. Я же к вам в бою, в вашу не лезу, он говорит, там, типа, Ливия, Абонистан. Я же типа не трогаю. Давайте вот предлагаю добавим, вот так вот разделимся и все. А что он сейчас? Он сейчас вынуждает Чубабаму именно сносил за переговоры. Понял? И это его по ней интересует вообще. Что ему Меркель? Меркель давно его, а Ланд его. И он им там, я так понимаю, ну они, видно, в каких-то схемах по газу, видно, с ним участвуют. И он их в любой момент может захоронить. И, да, ядерный боегаловку бросит туда, в Германию. Он его может похоронить и у карьеру за секунду, я так понимаю. Поэтому надо это ссыть, ты понимаешь? И он пытается вынудить Абонус из этого переговора. Поэтому они все время толкают эту мульку, что вот это американский проект. Ну, чтоб ты понимал, это не является американским проектом. Американцы, конечно, в этом участвуют. Как и везде по всему миру они участвуют. Ты же понимаешь, в любой стране они участвуют. Просто здесь уже ситуация достигла, там, с 2004 года до 2014 года. Нужные, ты поняла, уровни. Вот они воспользовались этим. Но это не их сценарий, к сожалению. Потому что если бы был их сценарий, так понимаю, у нас было бы все наоборот. Сценарий еще не знаю. Ну, знаешь, русские, там, краюшные, да. Ну, это совершенно Путин все за этот сценарий построил, чтобы вести чрезвычайное положение и вести войска свои. И так заплатить Украину. Мне так казалось, что Путин организовывал монет. Ты знаешь, вот я, понимаешь, как, я ходила... Я была 24-го властопада, а 13-го года я уже была на Майдане. Ну, чтоб ты понимал, да. Еще до того, как все это началось. И чувствовала полностью настроение людей, которые туда пришли, полностью вообще. Почему они пришли, зачем? 24-го властопада, ноября 13-го года. У меня есть фотография. У меня тоже фотография. Я первый раз. Когда помнишь, когда... Самый первый вечер, да. Когда... Степа не хотел со мной идти. Говорил, я не с тобой. Он же ж это... Она говорит, что всегда помытуй на Майдане. Всегда помытуй. А я уже кричала, шла и кричала, ганьба. Ты вообще понимаешь, да? Он притырился на тротуаре, чтоб со мной ничего не случилось, ты понял? Он с детьми типа, а я шла, кричала уже, ганьба и все. И кричала, что я с этим не смирюсь никогда. Ты понял? И все. И с мир фашистским опытом. Я был 21-го. Самый первый вечер. 24-го, то другая была. Это было воскресенье, когда вышли уже с ленточками, с флагами Евросоюза. Я был 21-го. Это перед разгоном было сразу, ты помнишь? Ага. Мне только это показалось, что взрыв должен был быть 15-й, а они как бы еще нарыв заранее вскрытили. Они, ну, люди изначально вышли, не власть, ты понял, перевернут. И никак не этого хотели. Хотели просто, чтоб, да, Янек, да, или подписал, или, блин, свалил нахрен. Потому что обещал перед этим два ушка. Как по мне, мне эта Европа никуда не сдалась. Понимаю, что прекрасное управление было бы нормально самой по себе. Я не хочу об этом говорить, по причине чего я тебе расскажу. А это невозможно, потому что у нас это многомиллионная армия чиновников. Вступление в Европу, это плюс 15 лет, Валечка. Мы не говорим пока. Мы пока меняем, меняем вектор развития. Вот знаешь, стоял Иванушка дурачок на перепуте. Одна дорога, вот направо пойдешь, то налево, то прямо так. И вот мы стояли, стояли на этом перепуте, и все думали, куда нам повернуть, понимаешь? С тем идиотом нам, конечно, было не по пути, потому что тот пот так уже растащил все. Ну Степа, говорит, примерно посчитали, но 40 ябл за эти годы призвоил. Ну нифига себе, понимаешь? Это же масштабы, понимаешь? Дальше мы с ним промыжить не смогли бы, но никак вообще. Стоточка не возврата. Петля, да, уже. Так он знал, он и тянул к ней. Ну послушай, они же зачем-то план по захвату Крыма уже 6 лет назад почему-то разрабатывали. А что они его разрабатывали? Что просто так они его разрабатывали? Нет, конечно, понимаешь? Значит, такой сценарий планировалось. Судя по всему, что Аллан рассказывает, и потому что я все прочитала и проанализировала, то есть сливание Украины, я так понимаю, предполагалось где-то спустя еще вот, ну два года от момента того, что случилось, ты понял, где-то. То есть я, я так понимаю, вообще собирался валить, а украину просто опять уже Путину. То есть я так понимала, подразумевался, возврат в этот Евразийский союз, ну под видом типа Евразийский союз, а на самом деле, ты понял, возврат в исконное окно. Я с Рашей не буду никогда. Я когда не подписала ассоциацию, меня аж кримонуло. То есть я понимала, что выбор у нас или туда, или сюда, ты понял? Я когда услышала, что это ассоциация не подписывая, я естественно понимала, подразумевала, что он вступает в этот союз Евразийский, ну все, он совок опять. Я тебе расскажу, да, я уже сидела на чемоданах, вот тогда бы я покинула бы точно странно, я тебе расскажу. Но я бы поехала в Польшу, я далеко бы не поехала, конечно. У меня в Польше все схвачено, диплом признат, ты понял? Сейчас посмотрим эту дату.